Это Hi-Terra PNC 550, и на первый взгляд может показаться, что это обычный и защищенный смартфон. Но на самом деле это далеко не так. Дело в том, что компания Hi-Terra уже много лет разрабатывает и производит решения для мобильной радиосвязи. Большинство российских потребителей знает ее именно как производители радиостанций. Однако, некоторое время назад в ассортименте у этих ребят появилось новое, крайне интересное устройство, внешне очень сильно напоминающее коммуникатор. Но в реальности новый гаджет от компании Hi-Terra представляет из себя нечто большее, чем просто защищенный смартфон. По сути, это POC-терминал, объединяющий в себе функционал смартфона и профессиональную функцию сотовой связи Push-to-Talk. Это означает, что аппарат во многом похож на классические радиостанции, у него есть специальные клавиши для передачи голосовых сообщений. Их можно передавать как отдельному абоненту, так и заранее созданной группе абонентов. Правда, в отличие от обычных раций, для передачи данных используется не радиоканал, а сети мобильных операторов. Соответственно, радиус действия у таких гаджетов практически не ограничен. Единственным реальным ограничением может служить лишь зона покрытия сети. Причем, неважно, 2G это сеть, 3G или LTE, девайс поддерживает каждую из перечисленных. Поэтому, даже если абоненты находятся в разных странах, они могут совершенно спокойно общаться, при условии того, что у каждого из них есть доступ к сети интернет. При этом само по себе решение не требует сложной настройки, в терминал необходимо просто добавить IP-адрес сервера и далее при нажатии на кнопку PTT через него будет осуществляться связь с другими абонентами системы. Впрочем, более подробно о том, как все это дело функционирует, я расскажу по ходу обзора, а пока вернемся к нашему устройству. Итак, внешне оно действительно очень напоминает обыкновенный защищенный смартфон, его корпус полностью выполнен из прочного матового пластика. Конструкция монолитная, аппарат собран очень хорошо, никаких люфтов, скрипов и других неприятных явлений нет и в помине. На лицевой стороне расположился сенсорный дисплей с диагональю 5 дюймов и HD разрешением. Покрытие у него матовое. Несмотря на небольшую диагональ, дисплей неплохой. Используется IPS-матрица, она достаточно яркая, с максимальными углами обзора. Учитывая, что гаджет ориентирован в первую очередь на профессиональные нужды, ставить сюда большой экран, на мой взгляд, не имело особого смысла. Гораздо важнее обеспечить надежность и хорошие показатели автономности. Именно поэтому корпус у смартфона защищен по стандарту IP68, он не боится пыли и его можно погружать под воду на глубину до 1 метра. Вдобавок, устройство сертифицировано по стандарту MIL-STD810G, это стандарт армии США, он достаточно жесткий и подразумевает, что смартфон сможет выдержать экстремальные условия эксплуатации. Например, дождь, снег и жару. Ко всему прочему, падения с метровой высоты ему тоже совершенно не страшны. В общем, аппарат получился действительно крепким. На тыльной стороне смартфона находится глазок 13-мегапиксельной камеры со вспышкой и съемная задняя крышка, под которой разместился слот под сим-карту и кибридный слот, с помощью которого можно либо увеличить память, либо установить дополнительную сим-карту, если она, конечно, вам нужна. Из элементов, которые больше характерны для рации, хотелось бы отметить отдельную кнопку вызова, находящуюся на боковой грани, кнопку экстренной связи и две контактные площадки, расположенные в нижней части корпуса. Они нужны для подзарядки устройства через специальную док-станцию, она не входит в базовый комплект и приобретается отдельно. Остальные элементы характерны для большинства смартфонов, присутствуют клавиша включения и две отдельные клавиши регулировки громкости. Для обмена данными с компьютером и подзарядкой разработчики предусмотрительно добавили разъем USB Type-C, причем в комплекте изначально идет быстрая зарядка мощностью 10 Вт. Ну а теперь вкратце расскажу о том, что представляют из себя POC-функции и, собственно, как ими пользоваться. В целом, компания Hightera предлагает не просто отдельное устройство, а комплексное решение, которое включает в себя терминал, мобильное приложение, а также систему управления и диспетчерскую систему. На устройстве изначально предустановлена фирменная утилита Hightalk, собственно, связь с другими абонентами будет осуществляться непосредственно через эту программу, она не требует сложной настройки, при первоначальном запуске надо лишь ввести адрес сервера и ваши учетные данные. Упражнение на самом деле простое, интуитивно понятное, оно поддерживает не только голосовые и видеовызовы, еще в нем можно писать текстовые сообщения, примерно так же, как и в обычном мессенджере. На выбор абонентам представлено три базовых типа вызовов, групповой полудуплексный, индивидуальный полудуплексный и индивидуальный дуплексный. В первых двух режимах сообщения отправляются группе или одному абоненту нажатием клавиши PTT, при этом пока первый абонент удерживает эту клавишу, второй не может отправить ему сообщение, он должен дождаться окончания передачи от первого абонента. Ну а в последнем индивидуальном дуплексном режиме держать нажатую клавишу PTT уже совсем не нужно, связь между абонентами устанавливается и можно вести разговор до отключения одного из них. Одним из наиболее важных компонентов POC-решения является диспетчерская консоль, в ней можно создавать группы абонентов, отображать их текущее местонахождение на карте, а также отслеживать маршруты их перемещений, причем делать это можно за определенный период. Помимо всего этого диспетчер может выходить на связь с любым абонентом системы, используя для этого тот же набор инструментов, что и в приложении Hytalk, я имею в виду голосовую, видео и текстовую коммуникацию. Теперь пришло время поговорить о железной составляющей устройства, терминал работает на процессоре Snapdragon 450, у него на борту установлено 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Я бы сказал, что это уровень вполне современного недорогого смартфона, разумеется, можно устанавливать сторонние приложения, общаться в мессенджерах, выходить в интернет, в целом функционально пользователь ни в чем не ограничен. В прошивке установлен Google Play, можно скачивать сторонние приложения, разве что версия Android на данный момент только 8.1, но разработчик обещает в ближайшее время обновить его до девятой версии. Что касается беспроводных сетей, есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth и даже про NFC не забыли, так что любители бесконтактной оплаты наверняка будут довольны. В начале видеоролика я уже сказал, что устройство в большей степени профессиональное, поэтому время автономной работы для него очень важный показатель. Смартфон установили аккумулятор емкостью 4000 мАч, учитывая, что железо здесь не самое прожорливое, два дня под средней нагрузкой аппарат вполне способен выдержать, если совсем не использовать мультимедийный функционал и только звонить, этот результат можно еще немного улучшить. У меня, например, в некоторых ситуациях гаджет нормально держал по 3-4 дня, так что автономность по современным меркам у него довольно неплохая, ну и если что, всегда можно подзарядить его быстрой зарядкой. В общем, у компании Хайтера получился надежный и функциональный аппарат, который по своим возможностям существенно обгоняет классические радиостанции. Хотелось бы отметить, что гаджет поддерживает не только голосовую связь, но еще и видеозвонки и текстовые сообщения. Плюс ко всему, под него нет необходимости создавать дорогостоящую инфраструктуру, так как он работает с уже существующими сотовыми сетями. Ну и как смартфон он вполне надежен и для большинства повседневных задач его производительности будет вполне достаточно. Итак, на этом, пожалуй, все. Напоминаю, что вы смотрели канал Geekinsight.ru. Увидимся в следующих видео и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok